Какой же чай полезнее, зеленый или черный? И в чем их отличие? Вы узнаете в этом видео. Всем солнечный привет! С вами Константин Долголет, а это Мишка Добрыня. Поехали! В качественном чае содержится вещество танин, которое бодрит организм на все 100%. Происходит всплеск энергии. Однако сам чайный кофеин действует на организм по-разному. Прилив сил происходит значительно позже, чем, например, после чашки кофе. Чашка кофе, она бодрит 30-40 минут и все. А чай же зарядит вас часа на 4. Кость, так какое же первое отличие зеленого чая от черного? В зеленом чае примерно 40 мг кофеина на 100 г, а в черном 70-80 мг и достигает даже до 100 мг. Из-за чего можно сделать логический вывод, что черный чай пуэр или красные чаи, они бодрят значительно лучше, чем зеленые. То есть это так сильно может взбудоражить вас, что я бы не советовал его пить перед сном. Иначе вы просто будете полночи смотреть в потолок и вспоминать советчика не самыми добрыми словами. Кость, так главное отличие зеленого чая от черного, то что он практически не ферментированный? Да, зеленый чай он практически не ферментированный и в нем сохраняется 95% полифенолов. А эти мощнейшие растительные соединения являются мощнейшими антиоксидантами, которые в свою очередь защищают наши клетки от свободных радикалов. Тем самым позволяют нам оставаться молодыми в течение долгих лет, в отличие от черного чая, который проходит длительный этап ферментации, завяливания, томления, жарки, сушки. Зеленый лист превращается в черный или бурый. С одной стороны, может показаться, что черный чай в таком случае абсолютно неполезный. И в то же время важно учитывать, что там в процессе ферментации образуются теофлавины. Это вещество, возникающее из окисления полифенолов. Они защищают от сердечно-сосудистых заболеваний за счет, например, снижения артериального давления. Снижают риски такого заболевания, как болезнь Паркинсона. И снижают развитие атеросклероза. Поэтому утверждать, что зеленый чай это нечто ценнейшее и сакральное, а черный чай так себе очень опрометчиво. То есть оба чая, они действительно достойны вашего внимания. Все зависит от цели, какую вы преследуете. Я сейчас преследую цель взбодриться как следует, поэтому я заварил себе кружечку черного чая пуэра. Правильный выбор, Добрыня, думаю, сейчас тебя по-настоящему вштырит. По секрету скажу, что зеленый и черный чай это листья с одного и того же растения. И разница лишь только в ферментации, то есть обработке чайного листа. Я обожаю, например, зеленый чай, когда просто хочется проснуться и расслабиться. А черный, когда взбодрится перед каким-то даже забегом. Замечательный выбор. Благо, существует столько видов, сортов чая, что на любой случай жизни можно выбрать что-то для себя подходящее. Белый, зеленый, желтый, красный, черный чай, даже улуны есть. В целом вам нужно постоянно пробовать и найти того неповторимого любимчика, с которым вы будете идти на протяжении долгих лет жизни. И тем самым он будет вас оздоравливать. А будь то зеленый или черный чай, самое главное это кушать действительно качественную натуральную пищу от природы. Необработанную, которая несет максимальную ценность вашему телу. Делает вас энергичнее, продуктивнее, моложе, радостнее. И в целом жизнь у нас становится ярче. Начинает играть новыми красками. И вам повезло, дорогой зритель, потому что я занимаюсь натуральными и качественными экопродуктами для долголетия. Натуральным медом, сродавленным маслом холодного отжима, элитным китайским чаем, сушеными грибами, собранными в экологически чистых местах. Если желаете по-настоящему качественные и натуральные экопродукты, пишите в личные сообщения, все подробности будут в описании. Буду рад вам помочь и подсказать, что да как, крепкое здоровье, лучшее подспорье. А с вами был Константин Долголет, желаем вам волшебного дня.